Сделали все вместе берег Байкала чище. 150 волонтеров трудились, чтобы рядом с самым глубоким озером в мире стало еще красивее. За процессом наблюдала Надежда Казакова. Там еще перчатки есть? Еще есть? Есть, есть, есть. Без перчаток и униформы к лечению приступать нельзя. У этих докторов особенный пациент – дедушка Байкал. В районе поселка Танхой его берег покрыт мусорной сыпью, всюду опухоли в виде свалок. За терапию взялись 150 человек на двух точках. У Павла пока небольшой опыт в эко-медицине. Тем не менее, он знает, чем может обернуться бездействие в этом случае. Загрязнение священного места – это будет засорение его. Все-таки это попадает в воду через стоки, через землю, попадает все в Байкал. Это, соответственно, загрязнение Байкала. Предотвратить загрязнение, а значит развитие болезни – задача участников акции 360 минут ради Байкала. Сегодня убираются сотрудники компании Евросипэнерго и участники робошколы, которая стартовала на Малом море. Для многих из них такая помощь озеру – уже добрая традиция. Ведь акция проходит в пятый раз. Но в этом году впервые в виде эко-марафона. Новую стратегию лечения предложил организатор – крупнейшая в России компания в сфере энергетики, металлургии и горно-рудной промышленности «Н-Плюс Групп». По их задумке, до 5 сентября лечебные процедуры для Байкала проведут еще четырежды. А перед этим пациента ждет детальная диагностика. Перед подготовкой наша главная задача – найти те места скопления мусора, которые еще остались. Не только, конечно, наших сотрудников. Мы привлекаем активно всех наших партнеров. Это заповедники, это Большая Байкальская тропа, это местные администрации. Они выезжают и физически ходят и смотрят, ищут мусор. Потому что действительно мусор еще есть. Именно поэтому важна профилактика. Так, на территории Байкальского биосферного заповедника уже ввели систему раздельного сбора мусора. По отдельности утилизируют пластик, стекло и металл. Как раз с последним здесь особые проблемы. У Байкала ощутимый переизбыток железа. И сегодняшняя уборка это только подтвердила. Найден утюг 1959 года выпуска и железнодорожный фонарь начала 20 века. Скорее всего, лежат на берегу они не первый год. Буквально между Байкалом и поселком обнаружился вот такой незаживающий рубец. Совершенно очевидно, что ни местные жители, ни туристы за раной не ухаживали. Скорее усугубляли ситуацию. Поэтому сейчас терапией не обойтись. Нужно оперативное вмешательство с помощью тяжелой техники. Сегодня ее в достатке. На грузовиках вывезли более 350 мешков мусора и почти тонну металлолома. Теперь главное не забывать, что именно чистота залог здоровья и для озера, и для всех нас. И если этому правилу будет следовать каждый, то сердце Байкала будет биться не переставая. Надежда Казакова, Андрей Назаров. Новости по будням.